Всем привет! С вами BlackEverGames и сегодня наша тема «Эти игры вас изменят». Поговорим о семи проектах, достойных внимания каждого геймера и оставляющих после себя яркие впечатления. Для того, чтобы удовлетворить базовые потребности, человеку достаточно жилища, еды и основных предметов быта. Тем не менее, мы создали философию, науку, искусство и религию. Цивилизация прошла путь от наскальных рисунков и одежды и шкур до соборов, интернета и генной инженерии. Мы меняем мир, создавая новое, а созданное меняет нас. Это применимо и к компьютерным играм. Одни мы проходим и забываем, в другие заглядываем на пять минут, чтобы отдохнуть, третий хороший, но не запоминаются чем-то особенным. Наконец, есть те, которые удивляют, поражают, шокируют или даже немного бесят. Дарят новый опыт и заставляют пересмотреть привычные представления о жанрах, механиках и дизайне. Возможно, они не внедряют в наши головы новые мировоззрения и научные парадигмы, но точно надолго запоминаются. Вангеры — смелый эксперимент, авторы которого не собирались укладываться в чьи-то представления о правильных играх. Кеделаб просто взяла и сделала то, что захотела. Смесь экшена, гонок и РПГ в совершенно безумном сеттинге цепи миров. Здесь люди воевали с насекомоподобными Криспа и довоевались до масштабной биологической катастрофы. Из-за последней возник субсуществ — странная среда, в которой перемешивались старые и появились новые виды. Вангеры — это пилоты машин-мехасов, разъезжающие по цепи и выполняющие заказы ее обитателей. Доставки грузов, торговля, бои с неприятельскими группировками — это одна из тех игр, которые меняют представление о жанрах и механиках. А какой здесь дизайн интерфейсов? Игру хочется порекомендовать всем будущим и начинающим специалистам геймдева. Вангеры — отличный пример того, как можно создавать что-то новое, не боясь оказаться непонятым или попасть в мейнстрим. Мир игры живет по собственным законам и ни под кого не подстраивается. Хочешь плыть — плови. Вернее, едь, конечно. Если вы еще не играли в Planescape, самое время узнать, на что было способно то поколение разработчиков РПГ. В игру вложили огромное количество труда, энергии и воображения. И смелости, ведь Planescape не боится отпугнуть игрока сложным и нестандартным сеттингом. Или персонажами, далекими от привычных паладинов и эльфов-лучников. С одной стороны, перед нами типичная изометрическая CRPG. С другой — вещь в себе. Игра, заставляющая читать большие, но интересные диалоги и открывающая игроку действительно разноплановый, многослойный мир. Приключения тела здесь не главное, потому что хватает приключений духа и философских вопросов. Что у людей в головах? Фантазии, страхи, философские концепции, списки покупок и много чего еще. Знаменитый Тим Шейфер придумал игру о детях, тренирующихся в специальном лагере «Шепчущий камень». Они хотят стать агентами-психонавтами с соответствующими способностями — телекинез, пирекинез и тому подобное. Сделано все это в эстетике, напоминающей о мультфильмах Тима Бертона, но более яркой и гортескной. А еще психонавты — прекрасное пособие по левел-дизайну. Многие локации в игре — это разумы и персонажи, в которых творится непонятно что. Вот вы идете по уровню, пропитанному паранойей, да еще и с абсолютно безумной гравитацией. А теперь в роли Годзиллы шагаете по городу безумных рыб. Психонавты не только дарят красочное приключение, но и сама играет с восприятием геймеров. Здесь все очень подвижно и переменчиво. The Last of Us — один из основных хитов Sony PlayStation 3, а по мнению некоторых, вообще главная игра консоли. Naughty Dog взяла достаточно разработанную тему зомби-апокалипсиса, сделав ставку на реализм, сюжет и кинематографичность. В основном игрок управляет Джоэлом, но иногда и Элли. Девушка ожидаемо слабее взрослого мужчины, что заставляет геймеров лишний раз подумать, как тяжело ей даются все испытания. Трансформация героев и их отношений и есть лейтмотив The Last of Us. Как и во многих зомби-произведениях, самые страшные чудовища здесь — это люди. Об этом напрямую говорит один из героев. Мир пугающе реалистичен и всегда готов напомнить игроку, что в нем полно опасностей. Трилогия The Banner Saga не относится к ААА-категории. Ее создала инди-команда Stoic Studio, состоящая из бывших сотрудников BioWare, которые решили сделать игру мечты. Деньги на первую часть собрали с помощью Kickstarter всего за два дня, на третью — за неделю. Для второй это не понадобилось — хватило средств, заработанных первой игрой. Очевидно, что Stoic вдохновлялись скандинавской мифологией, но разработчики не стали просто копировать ее. Здесь есть раса рослых рогатых варлов, кентавры и зловещие драги, закованные в темные доспехи. Мир приближается к своему концу, а драги волнами наступают на другие народы. Игрок и его сопартийцы бегут вместе с караваном, которому нужна провизия и защита. Приходится сражаться, а иногда навсегда терять товарищей. Бои при этом не самые простые. Несмотря на все это, нельзя сказать, что атмосфера The Banner Saga пропитана одной безысходностью. Над визуалом хорошо поработали. Общий графический стиль выполнен в духе мультфильмов Дона Блута и Ральфа Бакши. А фоны напоминают работы Эйвинда Эрла. Так что ощущение сказочности и красота здесь тоже есть. Гений Кодзима или нет, но его игры становятся событиями, на которые индустрия не может не реагировать. Если Metal Gear Solid не самый типичный, но все-таки блокбастер, то Death Stranding скорее авторское кино. Она точно не станет попсой, но найдет своего зрителя. Кто-то скажет, что это просто симулятор курьера и будет прав, но лишь отчасти. Это симулятор рутины в странном, переживающем ужасные катаклизмы мире. И не самый приключенческий геймплей резонирует с духом игры, работая на нарратив. В этом, как нам кажется, и есть главная фишка Death Stranding. Чтобы захватить внимание игрока и погрузить его в историю, необязательно создавать очень сложный экзотический геймплей. Death Stranding кинематографично и многослойно. Игрок не только путешествует по погибающей Северной Америке, но еще и оказывается в потустороннем мире, измерении мертвых. Главного героя преследуют видения, и границы между реальностями здесь размыты. Много ли похожих игр, вы знаете? Disco Elysium — одна из игр, раздвигающих границы своих жанров. На первый взгляд, это просто изометрическая CRPG с красивой современной картинкой. В реальности — нестандартная история в интересном сеттинге. Заметно, что создатели ориентировались на Planescape. Важную роль играют диалоги, с их помощью разрешается большинство игровых ситуаций. Главный герой — полицейский, но не идеальный служитель закона, а алкоголик с амнезией. При этом сражений в привычном понимании нет вообще. Кстати, саундтрек для игры написала британская группа Sea Power. А основой для Disco Elysium послужил роман «Святой и страшный аромат» гейм-дизайнера проекта Роберта Курвитца. Продажи составили всего тысячи экземпляров, зато игровая адаптация стала гораздо успешнее первоисточника. Без преувеличения эта игра — одна из лучших и важнейших современных RPG, которая точно войдет в списки старых добрых игр через 20-30 лет. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите колокольчики.